Вот, перед время круглого стола. Проблема астробиологии в России. Я предлагаю все-таки дать возможность Елена Алексеевне показать им до конца свои слайды, а потом вместе с Аликом Голандовичем мы и начнем обсуждение. Я хотела сказать буквально о том, что в последние два десятилетия произошла транспортизация на очень крупных этапах, но, собственно говоря, то, о чем говорил Олег в своем докладе, сравнивалось очень продуманная структура, которая включает в себя все те компоненты, то есть это образовательный, научный, это включение видно сотрудничество, использование астробиологических подходов в новых технологиях. и это очень активно развивается. И вот эта консолидация, она, собственно, привела к тому, что каждый новый проект космический, каждая новая миссия подготавливается, но мало того, что астробиологическая задача ставится практически во главу угла, в рамках Солнечных систем практически всех космических миссий, которые осуществляются в настоящее время и планируются на ближайшее будущее. Но к этому идет очень серьезная подготовка. Вот именно в рамках такой консолидации между Европейским космическим агентством и НАСАО. Выбираются места обитания, аналоговые места обитания, на которых проводятся испытания тех приборов и то ли научные аппаратуры, которые впоследствии проходят определенный конкурс, естественно, для отбора полезной нагрузки на космическую миссию. И все эти испытания проводятся в природных условиях, на природном материале, и таким образом обеспечивается мультимальная надежность и аппаратуры, и тех методов, которые предлагаются для космических миссий. Пока на сегодняшний день прямых астрологических методов, прямых таких астрологических задач не ставится, но вот уже следующая серия Экземарс уже ставит достаточно серьезно эти вопросы и ставит аппаратуру. Но это, в частности, используя использующие рамок с электрометрией с включением флуоресценции, то есть методы, которые обеспечивают поиск, в частности, пигментов, и если им повезет, и они это обнаружат, то они, так сказать, залеют, это обнаруживает вежливый, да? Ну и ряд исследований по газовым геомаркерам и так далее. Хотя прямых, повторяю, прямых геологических экспериментов, то есть, ну, как бы в нашем геологическом понимании наиболее надежных, с использованием, там, значит, ПЦР-анализа и даже вот использованием ино-логических методов, которые сейчас уже практически подготовлены, вот только что они пока еще не устанавливаются на миссию, но уже где-то следующая миссия, по-видимому, и будет использовать эти методы, потому что они уже проработаны, испытаны и показывают достаточно хорошую надежность и широкий спектр геомаркеров, которые они могли бы обнаружить в случае их присутствия в инопланетном роте. То есть работа ведется очень серьезная и она вот именно структурирована. К этой работе подключены образовательные программы, о чем говорил Олег, и это вовлекает в работу не только вот приток новых идей, новых умов, проводятся студенческие конкурсы на технологические проекты, и причем на серьезном уровне, и они действительно отбираются и участвуют в серьезном инорочном работе эти проекты. То есть вот, если я рассказываю о том, что должно было бы быть и чего нам не хватает для того, чтобы продвигать астрогологию на Российске, были люди, которые продолжат наше дело, которое на самом деле очень важное, нужное и просто необходимое дело для какого-то развития вообще науки и вообще существования человека на Земле. Поэтому нужно просто какую-то вот взять на себя ответственность, что мы можем сделать, чтобы так или иначе привлекать финансирование, чтобы как-то структурировать нашу работу. Наверное, вот эта наша конференция тоже должна подумать о том, что мы можем предвлечь. Сегодня первый день, и нас жили три дня, и можем в конце нашей конференции собраться еще раз и подумать, как мы можем резюмировать итог наших дискуссий в виде какого-то структурного, я не знаю, хотя бы небольшого документа, который, может быть, мы сможем разослать в те организации, в которых мы кроме заинтересованы, опять же, чтобы постараться привлечь их внимание. И, значит, я повторяю, еще раз хочу обратить внимание на доклад Олега. Вот очень важно создание вот тех структурных блоков, о которых, вот, было сказано вот в его докладе, и образовательный блок здесь очень, конечно, важен. И это как раз то дело, которое мы, наверное, можем все-таки организовать, но хотя бы, значит, как-то собрать и... Была уже идея издания учебника, значит, ну, пока она так и не реализовалась до сегодняшнего дня, как его учебника по астробиологии. Вот, может быть, вернуться надо к этому учебнику, может быть, надо вернуться к идее создания каких-то образовательных структур, но, значит, где можно было бы хотя бы с чего-то начать, приглашать нас, вот тех, кто здесь собирается, для чтения лекций, для какого-то вот этого обмена, опытом и передачи вот этой информацией уже в качестве образования следующим, идущим за нами поколением научных сотрудников, которые подберут нам на сне. Вот, мне кажется, что нам надо немножко озаботиться о этой ситуации и не только обсуждать значимость и, так сказать, интересность наших научных дел, но и подумать все-таки, как нам создать нет астробиологической структуры в рамках как-то вот научного российского сообщества, чтобы, потому что мы имеем очень хорошие научные результаты, очень хороший опыт, особенно в области исследования экстремальных местопитания, сейчас хорошие результаты по моделированию ключей, но я уже говорила, что в области инструментальных методов анализа у нас ничего не делается за просто единичным исключением. Буквально, вот, не хватит одной руки, чтобы назвать людей, которые проявляют интерес в этой тематике. Это, на самом деле, катастрофично, потому что, я говорила, что образцы будут не скоро, а автоматические миссии будут всегда, и человечество, пока оно существует в пределах Земли, всегда будет интересоваться исследованиями космоса, ближайшего и дальнего космоса, и это все будет реализоваться с помощью автоматических миссий и соответственно необходимые методы, которые будут реализоваться именно через автоматическую миссию. Что нам для этого нужно? Нам нужна для этого действительно какая-то информация и о нашей работе. Нам нужно привлекать других специалистов из других областей естественных наук. Вот сейчас на базе Института космических исследований мы создали семинар вот как раз по методу мастер-диологии именно с целью, чтобы привлечь как-то внимание к этой проблеме, потому что, если появится какое-то финансирование на космос, если появится возможность реализации тех научных проектов, которые существуют в головах и ждут своей реализации, то с точки зрения астробиологии вот сегодня нам нечего будет предложить ни в наш проект, ни в том случае, даже если мы будем участвовать в международных проектах, потому что приборное решение у нас, ну как бы какие-то какие-то решения у нас существуют и они участвуют пока сейчас в международных проектах, ну вы знаете, скажем, приборный тракон, который получил колоссальные результаты, ну и еще ряд таких приборов российских, которые участвуют в международных проектах, но вот значит еще астрофизические работы здесь ведутся на создание приборного оснащения, а вот с аглорическим планом здесь просто тишина, и это серьезно, и это просто вот нужно, чтобы вы подумали в каком направлении и какие будут идеи, и подумали, с кем вы могли бы завязаться, с кем вы могли бы спортироваться, чтобы поставить вот какие-то вот такие задачи, не обязательно себе, если у вас другое направление деятельности, и в него покружены и вам не до новых задач, значит, ваше знание применить, сочетать с кем-то еще, чтобы возникали какие-то междисциплинарные коррективы, которые вы использовали, ваше знание, для того, чтобы делать бортовые приборы, пригодные для астапо-логического пенсия. Продолжение следует...